Случай произошел в городе Балакове Саратовской области. 3 апреля Денис Комрачков вместе с девушкой возвращался домой. Проходя по мосту, на реке они увидели девочку, которая стояла на тонком весеннем льду. Молодые люди спустились вниз, чтобы предупредить ее об опасности. И как раз в это самое время девочка резко провалилась под лед. Вместе с Денисом на помощь кинулся и другой мужчина, Илья. Он первый рванул к ней. Я скинул все свечи, которые у меня были, чтобы не научить, побежал за ним. Потом начали потихоньку пробираться по льду. Сначала Илья провалился, выкрыкался нормально. Потом я пополз по прямую, к ней тоже провалился, он меня вытащил. И так мы пытались как-то к ней приблизиться, чтобы ее вытащить. Но все, вот только подберемся, проваливаемся. Девушка Дениса вызвала спасателей. Пока они ехали, Денис и Илья пытались еще подобраться к тонущей девочке, но безуспешно. В итоге молодые люди на расстоянии подбадривали девочку, не позволяли ей сдаваться. Хотя держаться за кромку льда ей было с каждой минутой все труднее. Исход истории благополучный. Спасатели вытащили пострадавшую на берег, отогрели и отвезли в больницу. Сейчас с ней все хорошо. Варианта спасать или не спасать нет. Спасать надо однозначно, как можете. Если есть прям возможность, то обязательно спасать. За себя страха не было, вообще никакого. Больше было страха за девочку, потому что холодно, вода холодная. И она еще была в куртке, в такой достаточно теплой одежде. То есть она могла уйти просто вот на глазах. И дальше уже либо нырять, либо ждать спасателей. Вот только за нее больше боялись, за себя нет. Денис признается, что адреналин был только во время того, когда они бросились спасать девочку. Но после пришло трезвое осознание реальности. И ясный ум подсказывал, как лучше сделать. Денис Комрачков – студент. В Сырове занимался в секции плавания и в военном клубе, в котором сейчас уже инструктор. Еще Денис познакомился с Дивеевским туристическим клубом. И вместе с ними ходит в походы. Хорошая физическая форма, спортивная сноровка и знания ОБЖ. Все это помогло Денису в экстремальной ситуации. И в военном клубе, и в туристическом определенная подготовка нужна. И вот эти моменты, как спасение человека на льду, в лесу, где угодно, они тоже как бы обговариваются, эти знания пригодились. Когда человек занимается физическими нагрузками, он все равно адаптируется к определенным условиям. И это очень помогло. Дениса Комрачкова и его товарища наградили почетными грамотами от МЧС. Также саровчанин номинирован на премию «Голос сердца» в номинации «Герои по зову сердца». Проголосовать за Дениса можно до 31 июля на сайте eward2024.kartageroev.ru Для голосования понадобится авторизация через ВКонтакте или по номеру телефона. Светлана Ярунова, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24.